Сегодня мы с вами будем собираться вместе, у меня здесь собралась небольшая коллекция новой косметики, посмотрим ее нанесение, сложим какие-то первые впечатления о ней, также будем пользоваться и старой косметикой, ну не в смысле срока годности, и в целом пообщаемся, просто вы мне расскажете как у вас дела, я вам расскажу как у меня дела, поэтому да, давайте начинать наверное с праймера, в последнее время постоянно пользуюсь и продолжаю пользоваться праймером увлажняющим от Анели, очень мне нравится, и его текстура, вот все мне нравится, единственное что мне не нравится, это то, что его сейчас на сайте не до наличия, и я постоянно получаю вопросы, как его купить, где его купить, но пока к сожалению видимо никак, но в ближайшее время вроде бы как он должен появиться, то есть он не снят с производства, от Анели у меня появился новый тоже продукт, это сыворотка праймер для губ со вкусом ванили, это такое как маслица для губ, у меня губы в отвратительном состоянии, и нам сегодня с вами тестировать матовую помаду, и я сейчас надеюсь, что мне это масло поможет, потому что без его помощи точно это будет катастрофа, какая бы хорошая помада ни была, все равно это будет просто ужасно, я уверена, что мне понравилось, состав в Анели как всегда замороченный, потому что это не просто масло, или какой-то там витамин Е и так далее, то что обычно кладут в бальзамы для губ, здесь еще есть и пептид, который со временем делает губы более упругими и мягкими, проверим это, следом я обычно начинаю наносить консилер под глаза, и здесь я вам хочу показать то, что еще на своем канале не показывала, это консилер от Catrice, Liquid Camouflage, у меня это номер 10 Porcelain, это самый светлый оттенок, и сейчас, наверное, кое-кто будет в шоке, а под кое-кто я имею в виду, наверное, Олю, потому что я ей не рассказывала, это моя подруга и также бьюти-блогер Ольга Глосс, так вот, она очень любит этот консилер, а я все не хотела его пробовать, думаю, он, наверное, сушит, он забивается везде там, во все складочки, и, короче, я так скептически к нему всегда относилась, а она его очень любит, и я потом решила все-таки его попробовать, и я попробовала его просто офигенно, вот посмотрите вообще, как он растушевывается, я его не наношу вот прям вот сюда, там где обильное количество морщинок, то есть это не увлажняющий какой-то консилер, но елки-палки, он выглядит реально очень круто, она на своем канале его сравнивала с консилером Tarte Shape Tape, и я почему-то была уверена, что Shape Tape в любом случае будет лучше, но она пришла к выводу, что они как бы одинаковые, но я сейчас даже хочу сказать больше того, мне кажется, что Catrice даже для меня мне нравится больше. Я вам оставлю ссылку на магазин, где я заказывала, там еще с купоном Beauty можно 10% скидки получить, поэтому вообще почему бы и нет, и сайт, кстати, польский, там напрямую с Польши возят косметику, и теперь все это я буду закреплять пудрой и тем же спонжем, пудру я буду использовать Anneli, это пудра для сухой кожи, и вот таким вот образом макаю в пудру и закрепляю в консилер. Из теней новинок у меня никаких нет, достала палетку Jaclyn Hill и Morphe, а купила, кстати, себе новую кисточку растушевочную от Зоева, это 227 кисть, часто меня спрашивают, что можно купить, чтобы вот именно хорошая была кисть для растушевки, вот я считаю, это одна из, наверное, лучших в этой ценовой категории, дороже есть, конечно, лучше, но именно дешевле я не встречала лучше кистей. Что касается сегодняшней темы видео, да, ну это не тема видео, тема видео это косметика, а так надо же занять чем-то пространство, и хочется еще как-то дополнительно пообщаться. Так вот, хочу поговорить с вами на тему YouTube, наверное, как работы, как основной работы, и почему я выбрала эту тему, потому что я недавно получила комментарий от зрительницы своей, и я просто в шоке была от этого комментария, если честно, ну в шоке неплохом, а в шоке очень приятном, я даже Оле тоже его отправила, говорю, посмотри, потому что с такой логикой зрителей встретить, ну, практически невозможно, ну, по крайней мере, активных, да, те, которые высказываются в комментариях, те, которые как-то активно себя ведут, ставят лайки, там что-то обязательно пишут, и там девушка пишет, лично я не вижу ничего зазорного в рекламных видео, так как благодаря рекламе узнаем о новых продуктах, а покупать или нет, все равно здравомышлящий человек решает сам. Благодаря вашем видео я открыла для себя такие марки, о которых раньше не знала. Прекрасная нишевая минеральная косметика KM Cosmetics, профессиональный NYX, а теперь вот еще и Аннели. Ничего плохого в том, что бьюти-блогеры зарабатывают тем, в чем является профессионалом, нет. Это нормальная современная практика. Ира, я вам желаю развития канала, больше подписчиков и монетизации канала, рекламных предложений. Более того, считаю, что и покупать по аффилированной скидке от блогера, это помощь каналу, почему бы не поддержать любимого блогера рублем. Я хочу поблагодарить автора этого комментария, потому что действительно, ну, редко такое встретишь, по крайней мере, как я и сказала, из активных зрителей, возможно, пассивные зрители тоже многие так думают, но именно из тех, кто высказывается в комментарии, то встретить такого практически невозможно. Что касается рекламных вставок, то многие заметили, что у меня на канале стало больше рекламных вставок, то есть во время просмотра видео, не то, что я там что-то там рекламирую, там какую-то косметику, а именно вот YouTube вставки, ролики вставляются рекламные. И многие говорят, боже, сколько же рекламы, вот почему американцы так много не вставляют рекламы, а наши понатыкают этой рекламы через каждые две минуты. Ну, что я вам хочу сказать. Во-первых, американцы зарабатывают намного больше на своих видео. То есть, в принципе, при одинаковых затратах сил, времени там и так далее, я на своем видео заработаю гораздо меньше с 10 вставками рекламы, чем американский блогер с одной вставкой рекламы, там, перед началом видео. Почему? Потому что в Америке реклама стоит дороже, естественно. То есть, один показ рекламы стоит дороже, чем, например, в Украине. В Украине, по-моему, эти вставки вообще самые маленькие, там даже в России они намного выше, а в Украине они вообще просто мизерные. И получается, что, например, если там американский блогер зарабатывает, ну, приблизительно, да, там где-то 100 долларов, допустим, на одном своем видео, и таким образом этот блогер отбивает просто все, что было показано в этом видео. Ну, допустим, вот я купила вот эту вот палетку, да, и я на нее сделала обзор. Я на эту палетку потратила, ну, долларов 60, наверное, с доставкой. И для того, чтобы отбить эти 60 долларов, мне на YouTube надо 2 недели работать и 2 недели выкладывать видео. А не просто я выложила видео с обзором этой палетки, и я как бы ее отбила. Поэтому в плане вставок рекламы тут дело даже не в заработке. Для меня, ну, я не знаю, как для кого, я могу говорить только о себе. Я вставками рекламы пытаюсь хотя бы отбить то, что я вкладываю в канал, но все равно вот за 6 лет, которые я веду канал, я все равно ежемесячно в минусе, если считать количество косметики, которую я покупаю, и количество всего, что я покупаю в целом для канала. А это, например, вот недавно я купила вот эту камеру 4К, которая снимает. Это вообще, я не знаю, мне год нужно копить монетизацию с YouTube, чтобы ее отбить. И то, я не знаю, хватит мне года или не хватит. Помимо этого, фоны там разные. Да даже просто какие-то плагины для программы, в которой я обрабатываю видео, для того, чтобы делать более качественную обработку. Какие-то красивые там анимации делать, или красивые какие-то, какой-то текст, чтобы красиво показывался, или там еще что-то. Сейчас конкретно, если идет речь о каком-то дополнительном заработке, не только с монетизацией, то я больше отдаю предпочтение рекламным вставкам, типа там кэшбэк-сервисов или каких-то приложений, да, там на телефон. Вот это то, что в принципе никак не влияет на мой контент, ну, по крайней мере, мне так кажется. То есть это не влияет на какое-то мое мнение, именно как бьюти-блогера. Это просто чисто рекламная вставка, там, например, кэшбэк-сервиса, или, например, какого-то там приложения, да. Я всегда свои слова стараюсь еще дублировать действием. То есть я всегда, ну, практически всегда показываю косметику в нанесении, а вы уже можете для себя решать, там, нравится вам это или не нравится, то, как это наносится, то, как это тушуется и так далее. То есть вы можете сами посмотреть. В любом случае, если вам кажется вопрос какой-то спорный, то это, грубо говоря, да, какая-то наводка. Воспринимайте обзоры, это как вот, как своеобразную наводку на какую-то косметику. И если она вас заинтересовала, погуглите, посмотрите свочи, посмотрите другие обзоры, посмотрите отзывы в интернете, именно отзывы, там, в каких-то интернет-магазинах, там. То есть можно, в принципе, на основании много чего делать, выводы по отношению того, что действительно покупать и что нет. Потому что я такой же человек, как и вы, я тоже смотрю бьюти-блогеров, я тоже смотрю, что они там показывают, и далеко не все меня интересует, потому что где-то я вижу, да, вот это вот то, что мне может подойти, то, что меня может заинтересовать, а где-то я вижу, что вообще мимо, даже пускай супер-пупер нахваливают, но все равно я понимаю, что это совершенно мимо. А что касается сил, вложенных в канал, то у меня, например, сейчас выпуск одного видео, такого где-то, ну, обычного, минут там на 10-15, занимает два рабочих дня. Вот казалось бы, да, все так просто, блогер себе сел, от нефиг делать, там, что-то наговорил на камеру, потом кое-как склепал это в редакторе, и все загрузил на YouTube. На самом деле, все для меня, по крайней мере, далеко не все так просто. Один рабочий день у меня полностью уходит на то, чтобы отснять материал, подготовиться к видео, продумать, что я буду говорить, подготовить эту косметику, там, помыть кисти, разложить это все, поставить свет, поставить камеру, это все настроить, отснять, потом отснять предметку. Предметка это когда, ну, вот вы видите, продукты крупным планом, там написано, что это за продукт, там, название его и так далее, вот, это предметка, и там, свотчи тоже, это тоже, грубо говоря, предметка. Так вот, один полноценный рабочий день уходит на это, то есть я приступаю где-то с 9 часов я начинаю где-то приблизительно готовиться, и заканчиваю где-то, наверное, часам 4, иногда к 5 вечера я заканчиваю. То есть это не активная съемка сидеть перед камерой, активная съемка сидеть перед камерой, это где-то часа полтора, наверное, но, в общем-то, как я уже и сказала, отдельно еще предметка, а предметка это тоже может быть около часа занимать, в зависимости от того, сколько продукции, как ее нужно показать, какие свотчи, если свотчи палетки, например, такой большой, как эта, то там вообще можно 2 часа просидеть это все проделать, и потом еще один полноценный рабочий день для того, чтобы видео смонтировать, для того, чтобы сделать обложку для него, описание для этого видео, поэтому 2 рабочих дня в одно коротенькое видео, это все-таки довольно большие вложения сил, мне кажется. И еще одна штука, которая меня жутко напрягает вообще, что касается продажности и так далее, очень часто любят обвинять топ-блогеров в том, что они там более продажные, например, взять ту же там, Жаклин Хилл, на нее столько собак повесили, что она там продалась морфи, что она запихивает эти коды на скидку морфи, как только может, когда уже лезет, когда уже не лезет, но в то же время она продолжает быть в топе, у нее 5 миллионов подписчиков недавно стукнуло, и все равно же ее смотрят, она все равно находится в топе, то есть, по сути, вот эта вот продажность блогеру даже играет на руку, потому что, ну, по сути, никакого наказания он за это не несет, да, если разобраться. Вот, например, та же Жаклин Хилл заработала миллионы на морфи, на вот этой вот палетке, в частности, она заработала огромные деньги, я сама использовала ее код, то есть, я сама даже приложила свою руку и свои деньги к тому, чтобы у нее пополнился ее кошелек, но я к этому отношусь абсолютно нормально. Тем не менее, из-за того, что она заработала такие огромные деньги, и она там где-то рекламирует, это морфи, которую уже всех достала якобы, но при этом все равно ее смотрят, она все равно находится в топе, это не то, что она как бы продалась морфи, и тут резко у нее, от нее отписались все ее подписчики, ее никто не смотрит, и она исчезла с YouTube, то есть, такого не происходит, кто бы ни находился в топе, и что бы он там ни сделал, как бы он там что ни рекламировал, все равно он находится в топе. Топ уже не меняется, я не знаю, сколько лет, он все равно остается топом. Да, там бывает появляются новые люди, выстреливают какие-то новоиспеченные звезды YouTube, но, по сути, вот в основной своей массе топ все равно остается топом. И я, например, не знаю ни одного примера в истории, чтобы бьюти-блогер реально как-то пострадал от вставок рекламы, ну, в плане того, что ушло какое-то огромное количество зрителей от него, он потерял свою аудиторию, то есть, даже если кому-то это надоедает, кто-то отписывается, один отписался, еще 20 пришло, то есть, здесь вот так это все равно работает. То есть, по факту, да, то есть, возмущаться по поводу вставок рекламы, там, или продажности, получается все это как бы бесполезно. И тушь я сегодня буду использовать новую, у меня это от Гош, Lash Sculpting Fiber Mascara, по идее, должна быть очень хорошая, потому что все, что с фибрами, обещает увеличить мои почти несуществующие ресницы, и меня это полностью устраивает. Сейчас давайте посмотрим. О, щеточка отличная, маленькая, все, как я люблю, и я на нее, конечно, возлагаю надежды, потому что щеточка уже мне нравится, если она еще и ресницы хорошо накрасит, так вообще цены ей не будет. Кстати говоря, до конца марта в украинском интернет-магазине Гош, скидки от 40 до 60%, поэтому, если вы что-то в Гош любите, что-то покупаете в Гош, у вас это заканчивается, я вам советую посмотреть в интернет-магазине, какая сейчас цена, я думаю, она вас может приятно удивить, и можно будет закупиться на будущее. У этой туши формула более сухая, и мне обычно это нравится больше, чем когда формула слишком влажная, когда ресницы, знаете, как мокрыми становятся. Здесь она такая вязкая, тягучая, и поэтому она, поэтому такие формулы хорошо липнут к моим ресницам, у меня очень короткие, маленькие реснички. Ну что ж, после первого раза использования тушь, мне это вполне даже понравилось, больше всего она именно разделяет ресницы, то есть она их не склеивает воедино, а вот все-таки больше прочесывает, и они все вот так вот больше иголочками как бы стоят, по крайней мере у меня на глазах. Однозначно буду пользоваться еще, буду держать вас в курсе, насколько она мне нравится дальше или не нравится, но пока что полет нормальный. В качестве тона возьму новинку от NARS, я уже делала отдельный обзор и тест-драйв на эту тональную основу, если вы пропустили это, советую вам это видео посмотреть. Пока тон у меня не запал во все морщинки, я его сейчас закреплю, и я буду использовать минеральную вуаль от Anneli, и, кстати, меня многие спрашивали, чем вуаль отличается от пудры, я уже несколько раз потестировала эту вуаль, во-первых, у нее нет покрытия, то есть она прозрачная, именно для закрепления макияжа, и, во-вторых, она имеет такой как легкий светоотражающий эффект, вот сейчас вы увидите, наношу я спонжем ее, и вбиваю вот так вот в эту зону, отлично работает эта пудра, для того, чтобы в мимические морщины меньше скатывалась тональная основа, если я вообще ничем не закреплю, то у меня буквально там через полчаса вот такие вот конкретные полосы будут на лбу, в качестве скульптора сегодня возьму Reluie, у меня есть пудра-скульптор, это линейка Reluie Pro, и тон номер один универсальный, этот скульптор действительно очень холодный, то есть не стоит его путать с бронзером, с бронзером он ничего общего не имеет, и он очень холодный, я, кстати, сейчас вот готовлю видео с Reluie, с обзором того, что у меня есть от Reluie, хочу вам по максимуму перед обзором продемонстрировать все в действии, то есть вот когда пользуешься этим скульптором, вот он создает именно такую тень, вот там, где нужно тень создать, там его и нужно наносить, то есть ни в коем случае не такими вот размашистыми движениями по всему лицу, хайлайтер у меня тоже сегодня Reluie Pro, и оттенок это первый Pearl, я уже тоже пользовалась этим хайлайтером, в целом он красивый, то есть вот когда его наносишь, он такой вот насыщенный, прям вот металлический оттенок, он немножко подчеркивает текстуру кожи, ну не так, чтобы прям совсем значительно, но немножко все-таки он может этим грешить, и блик дает достаточно выразительный, если вам нравится такой насыщенный металлический блеск, то он вам понравится. Браво сегодня я сделала, как обычно, помадкой для бровей от Colourpop, это оттенок Benning Brumet, и закрепила их фиксирующим гелем от Reluie, который называется Fix & Color. Теперь звезда сегодняшнего макияжа, это жидкая красная помада от Gouache, это линейка Liquid Matte Lips, и оттенок у меня пятый Red Carpet, то есть красная ковровая дорожка. Такую помаду я не рискну без карандаша наносить, поэтому сначала несу карандаш, это я взяла NYX, оттенок 813 Plush Red. Аппликатор обещает быть очень удобным, он такой немножко как скошенной лопаткой. Ух, цвет, конечно, насыщенный. Оттенок действительно очень крутой, прям по-настоящему в стиле красной ковровой дорожки, и когда наносится эта помада, она наносится очень лаковой, вот такой вот как будто матовая жидкая помада, смешана с блеском для губ, причем так хороший такой микс сделали, и начали наносить на губы, а потом она постепенно-постепенно начинает засыхать и начинает трансформироваться уже в матовую. И сейчас она выглядит практически полностью матовой, то есть она практически полностью уже засохла у меня на губах, но все равно по ощущениям такое впечатление, что у меня блеск на губах есть. Ну что ж, вот и все. В целом я сегодняшним макияжем полностью довольна, у меня ничего не вызывает каких-то сомнений или каких-то вопросов, поэтому всей этой косметикой буду дальше продолжать пользоваться, и уже по ходу дела там держать вас в курсе, какие-то апдейты по ней делать. Естественно, все, что я сегодня использовала, будет в описании под видео, как и всегда. И что хотела еще в завершение сказать, я знаю, что я свои мысли как-то очень быстро оборвала, вроде как рассуждала-рассуждала, а потом резко перешла опять на косметику, но тем не менее я не хочу еще дальше затягивать это видео, мне очень интересно послушать ваши мысли. И в прошлый раз, когда я затрагивала тему YouTube, то я получила очень много именно адекватных таких полных комментариев, поэтому я на вас рассчитываю, потому что любая активность ваша, не только просмотры рекламы, но и также активность ваша в комментариях, ваши лайки, ваши подписки, это все способствует развитию канала, поэтому если какой-то канал вам нравится, обязательно проявляйте там активность, таким образом вы будете поддерживать блогера вашего любимого. А на этом у меня все, если вы здесь впервые, конечно же, подписывайтесь на мой канал, это можно сделать вот здесь вот, и также я вам ставлю другие видео, возможно, тоже из рубрики «Собирайся со мной». Если вам такая концепция видео нравится, то те видео, я думаю, вам тоже понравятся, обязательно посмотрите их, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Субтитры сделал DimaTorzok